Парадный кот у нас, видите? Заходите, заходите. Вот так. Ну тут уже, вот вы только остались. Олег живет. Ободранные стены, скрипучая, покосившаяся лестница. И самые стойкие жильцы, которые провели нам экскурсию по муниципальному жилью поселка Яйва на улице Советская, 20. Вначале Олег Петрович привел нас в квартиру, которая расположена прямо над ним. Смотрите наверх. Вот и ух. А если б люди здесь были в это время? И такая худая кровля в каждой из опустевших квартир пожаловались нам соседи по несчастью. Лариса Карпухина рассказала, что и к ней однажды провалилась девочка, которая ухаживала на чердаке, закатившись окошкой. Однако проблемы в этом многострадальном муниципальном доме не только с кровлей. Когда нам делали в 17-м году вот эту дырку заделывали в потолке, у нас печка была развалена. Она топилась у нас по-разному. И по черному, и по белому, и по красному. То есть мы жили вот, и даже ребенка называли в садике, в школе, везде копченой. Потому что от него пахло вот этим вот, ну, нехороший запах, конечно. Вот. А печку сказали, у нас нет печника. И до сих пор у нас нет печников. В таких условиях Лариса не может воспитывать младшего сына. Отдел опеки, зная, что семья Карпухина скитается по съемным квартирам, уже угрожала забрать младшего. А чтобы старший сын Ларисы, профессиональный военный, мог навещать семью, женщине приходится теперь снимать двушку. К слову, нового жилья Лариса ждет с 2014 года. У меня есть заявление с 2014 года, что вот вам, мы вас ставим на очередь. Вот, допустим, 25-я очередь у вас, 25-я квартира будет в новом доме. В новый дом мы в один не попали. Сейчас второй строится. Мы не попадаем, потому что наш дом признали только в 21-м году, вот только два года назад, что он не пригоден вообще для жилья. То есть мне сказали, что мы получим квартиру где-то в следующие пятилетки. Нового жилья не добиться, а в этом прокуратура запретила жить из-за угрозы жизни. Лариса рассказала, что выходами ситуации мог стать земельный участок, положенный ей и ее детям, как многодетной семье. Я пошла к ним, говорю, дайте мне землю. Они говорят, мы не даем землю матерям-одиночкам. Я говорю, почему? А как вы будете строиться? Вы сделайте с кем-нибудь фиктивный брак, мы вам дадим землю. Как рассказала нам Лариса, администрация поселка предлагает ее семье маневринку в общежитии номер 30, имеющего в поселке очень дурную славу и букет проблем в виде колопов, тараканов и соседей больных туберкулезом. И таких кошмарных муниципальных домов в Яеве-десятке. С хозяевами некоторых нам уже удалось пообщаться. Нам рассказали, что земля под некоторыми, в том числе и под 20-м домом на Советской, уже продана частникам под застройку. А вот куда деваться еще живущим там людям? Этот и многие вопросы мы отправили в официальном запросе в администрацию поселка Александровского городского района. И уже скоро в программе «Пара ласковых» расскажем вам, что решили чиновники. Ольга Распономрева, Кирилл Яранцев. Наши новости.